День молодежи в этом году решили отметить неординарным способом. Для запорожцев организовали соревнования силачей и стрелкменов. Проходит он под девизом «Казацкая сила». Перед самым началом состязания запорожские силачи прошли казацкое посвящение. Но перед этим не менее яркое и поучительное шоу от запорожских казаков. Гостям праздника рассказали и показали об особенностях применения казацкого оружия. После торжественного посвящения казаки восемь запорожских богатырей принялись состязаться за звание самого сильного. Первый конкурс – поднятие снарядом весом 90 килограммов на время. Лучшим в этом поединке оказался Артем Кондрашов. 15 повторений. Данное упражнение является моим самым улюбимым из арсенала стрелкмена. Тут специфика именно этого состязания было количество за данный отрезок времени. Это тоже очень сложно, потому что тут как бы другие качества выносливые, более чем силовые. Артем настроен на победу, но, говорит, конкуренция очень серьезная. Конкуренция достойна. Денис Полешко из клуба F1, например, тоже мощный атлет. Он был вторым сильнейшим атлетом в области нашей. Поэтому как бы это основной такой мой конкурент. Каждый из этапов имел шуточное название в казацком стиле. Контовку покрышки, например, весом 300 килограммов назвали, как казаки телегу собирали. Самая сложная – это контовка покрышки. Покрышка неудобная. Стертый протектор. Взяться не за что. Ну, как бы нужно очень много усилий придать, чтобы их поднять. Тяжело, не хватает выносливости. Сергей на подобных соревнованиях впервые нацелен на победу. Говорит, будет и дальше заниматься. Хочу в дальнейшем заниматься этим спортом. Мне нравится популярный вид спорта. В дальнейшем, мне кажется, это очень перспективно. Организаторы праздника неспроста решили объединить казаков и стронгменов. Это, уверен заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, один из лучших способов привить запорожцам любовь и к спорту, и к традициям. Я уверен, что мероприятие нашим запорожцам придется по душе. И у нас самая лучшая молодежь. Если молодежь будет пассивна, то, я думаю, это крах всего общества. Поэтому вперед, дерзайте. Хочется молодежи пожелать, чтобы она была самая активная, потому что за ней будущее. Довольными остались и зрители шоу. Делятся эмоциями. Казаков видели, очень интересно. Это правильно. Я за здоровую молодежь. Я за трезвую, адекватную, не курящую молодежь. Поэтому вообще, скажем так, патриотическое воспитание – это очень хорошо. Звание самого сильного запорожца завоевал Сергей Дуденец. Каждый участник соревнований получил денежное вознаграждение. Призовой фонд составил 13 тысяч гривен.